Постоянные лужи во дворах. С этими проблемами каждый год сталкиваются жители улицы Кривогуза. Устав от ежегодных обещаний властей, жители обратились за помощью журналистам. Везде все разбито. Невозможно ни ездить, ни просто пройтись. Это улица Кривогузова, 23. По таким дорогам каждый день приходится проходить. Причиной этому стал прорыв водопроводов в 2015 году. На площадку быстро просочилась вода, которая затем дошла и до подвала. С тех пор ситуация повторяется. Затопленный подвал и двор стали ежегодным бедствием. Страдает по этому поводу и владелица магазина Саяжан Ашкенова. Малый предприниматель уже как 10 дней живет без сна. Каждые 15 минут вода в подвале наполняется. А если вовремя не высушить насосом, вода повредит электрощиты. Это может вызвать короткое замыкание и пожар. Никаких аварийных, никакого помощи нет. Не знаем, куда качать. Кое-как нашли насос, поставили, на улицу вынесли, она ручьями течет. Там и так вода, сами видели. Туалет соединили, через туалет и качаем. Это уже невозможно. Во-первых, она свет мотает. Я арендатор какой-то самый, у нас же тройной тариф идет, не магазин, не такой же, как квартира. И только квартира уже возмущается. Это же невозможно. Через 15-20 минут здесь я не знаю, как сидеть. Я бегу туда, отключаю воду, включаю насос. Всю ночь. Это уже невозможно. Уже я 4 дня, у меня давление. Что делать в данной ситуации, жители не знают. По мнению жителей, причина утечки воды одна – ржавые трубы. Водопроводные трубы, которые не меняли уже около 40 лет, с каждым годом создают все больше проблем. На стихийных сходах жители обсуждают будущие платежки. За эту воду тоже придется платить. Чтобы хоть как-то следить за уровнем наводнения, пришлось немного перекрыть воду. Теперь жители 4-5 этажей сидят без холодной воды. Ну, нет уже в этой трубе 3 атмосферы. Если дадут 3 атмосферы, просто тут будет, знаете, фонтан выше крыши. Они ее вот так чуть-чуть приоткроют, чуть-чуть идет вода, и слава богу. Ну, говорю, просто ждать. Здесь уже магазин очень сильно топит, вода поступает. То есть, пятый этаж не подходит вода. Жители дома требуют от местных властей заменить водопроводные трубы. Об этой проблеме мы побеседовали с коммунальщиками. Как оказалось, у них по этому поводу другое мнение. Карагандесу уверяют, что воды являются талами, и водопровод не имеет к этому никакого отношения. Подтопление дома, не дома, подвала по улице Кривогуза, 23, происходит в основном талами водами. Также было произведено обследование водопроводного ввода от колодца и до стены дома по улице Кривогуза, 23. Председателю КСК Кривсак было разъяснено о том, что работы по замене водопроводного ввода будут выполнены бригадой ТО Карагандесу после того, как немножко оттает грунт. В связи с тем, что сейчас мерзлота, грунт мерзлый, параллельно водопроводу проходит высоковольтная линия электроэнергии, тем более участок водопровода частично заасфальтирован. Это создает определенные трудности при замене водопровода именно сейчас. Будем надеяться, что обещанное будет выполнено, а жителям пока остается надеяться только на свои силы. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.